Я долго думал выкладывать это видео или нет, и все-таки решил его выложить. Пойду я смотреть, что в этом жутком месте. Здесь вот раньше был вечный огонь в 90-х. На этом вечном огне какая-то группировка пытала мужика. Это кладбище 1774 года. Вон та церковь сзади меня, она работала даже во время Советского Союза. И закрывалась только один раз, вроде бы как на ремонт. А все остальное время там все время шли службы, и сюда, видимо, ходили верующие, кто был в Советском Союзе. Граничит это кладбище с Владимирским Централом. Если посмотреть по сторонам, тут очень много старых памятников. Сюда надо приезжать весной, когда нет снега, и детально смотреть, кто здесь похоронен. Здесь очень много известных людей похоронено. Я вот помнится с детства хотел посмотреть, что на этом кладбище, и вот только попал сейчас первый раз. Судя по плану, я сейчас нахожусь на перекрестке пяти дорог. Вот в этом месте я даже как-то самому жутковато стоять на перекрестке пяти дорог. Пойду сейчас искать где-то кладбище-граничку с Владимирским Централом. Судя по всему, я его нашел, вот это здание, и есть Владимирский Централ. Все равно мне немного не по себе на этом кладбище. То есть тут непонятный памятник, где могила была, с какой стороны. Дорога идет вот сюда, значит, я пойду сюда. Сейчас мы почитаем, кто здесь захоронен. Здесь покойцы, японские солдаты, японской ассоциации бывших военнопленных. Президент с сайта Рокура. 93-й год. 94-й год. Если я правильно понял, это похоронены люди, которые в давние времена сидели во Владимирском Централе. Сейчас я пройду немного вон туда, и если у меня получится, то я сниму, что там за корпус. Оттуда вообще доносится музыка, что очень странно. Когда вы в следующий раз будете слушать песню Владимирский Централ «Ветер Северный», то вы должны представлять это здание. А знаете, что самое интересное? Вот сейчас с Владимирского Централа слышится песня Виктора Цоя «Спокойная ночь». Возможно, даже будет ее слышно. Заметьте, там слушают совершенно другую музыку. Это будка номер один. Может, у меня сейчас даже автоматчик какой жахнет отсюда, что я снимаю. Я работал с человеком. То есть у него была не одна ходка. Он рассказывал, что вот здесь вдоль стены хоронили как раз всех людей, кто был в Централе. Уж подробностей я рассказывать не буду, потому что он страшные вещи говорил, которые здесь творились. Но когда здесь ходишь, даже вот днем, вспоминая все вот эти его разговоры, становится немного жутковато. Где-то здесь есть могила на этом кладбище какой-то неканонизированной женщины. И вот в одном из видео на ютубе я видел, как люди кладут туда какие-то записки. Как там выразился автор того видео, записки на тот свет. Я вот, по крайней мере, пока не увидел эту могилу. Хотя она очень заметная должна быть. Ладно, не буду я больше беспокоить мертвых. Пойду на выход. Здесь действительно ночью столько жути натерпишься. В общем, ночью я бы сюда не отважился идти. Но многие могут сказать, что, дескать, неправильно, что я пришел снимать на кладбище. Но я вот определяю это по таким признакам, что я как бы ничего не нарушил. Потому что сейчас вот только что убежал туда собак. Я думаю, если бы я был в чем-то виноват. А у меня нет сегодня никаких средств защиты. Ни баллона, ничего. Она бы меня просто покусала. Только что я видел, как в губку номер один или в вышку номер один прошли два. Как их назвать? Охранник или как они правильно называются, я не знаю. Смотрите, интересная вещь. Крест со свастиками. Загнутые свастики. Левосторонние. Везде. Вот и думайте, что хотите. Покидаю это место. Ночью, если сюда прийти, я думаю, будет жутковато. На меня там вон дедушки, которые убирают здесь снег. Посмотрели так странно, когда я снимал памятник. Но, что я могу сказать. Вот я и посетил, как оно называется. Князь Владимирское кладбище. В простонародье чумное. Смотрите. Смотрите.